МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Санкции США в отношении России вступили в силу с понедельника. Об этом сообщается на сайте Федерального реестра США. Прекращение иностранной помощи России за исключением срочной гуманитарной помощи, питания, сельскохозяйственных товаров или продуктов. Прекращение продажи в Россию оружия любых оборонных товаров, оборонных услуг или проектно-конструкторских услуг. Прекращение всего военного финансирования для России. Отказ предоставлений России любых кредитов, кредитных гарантий или иной финансовой помощи, запрет на экспорт в Россию любых товаров или технологий, чувствительных с точки зрения национальной безопасности США. Украинские дипломаты совместно с Госдепом США отслеживают попытки обойти введенные антироссийские санкции. Об этом заявил посол Украины в США Валерий Чалый. Санкции будут только усиливаться. Есть проекты в Конгрессе, достаточно существенные, серьезные, направленные на усиление. Вы видите, введены санкции из-за аннексии Крыма. Есть санкции из-за агрессии на Донбассе, из-за применения России химического оружия. Россия воспринимается как противник, поэтому эта санкционная линия будет усиливаться. Санкции ужесточат уже в ноябре, если Москва не гарантирует, что не будет использовать химическое оружие в будущем. Экономический эксперт Сергей Фурса говорит, именно второй пакет санкций может стать эффективным. Ключевое там – это запрет на выпуск нового долга, суверенного государственного долга российского. И вот тут в России возникнут огромные проблемы, потому что если вы не занимаете в долларах, вы не работаете с общим инвестором. Это будет давить на рубль непосредственно, и это создает такую, на самом деле, среднесрочную перспективу давление на всю экономику России, потому что они понимают, что ресурса такого запасного варианта нет. Ну и плюс, конечно, то, что касается санкций по российским банкам, когда идет удар по запрету операции в долларах, это практически может парализовать работу крупнейших российских банков. Это очень серьезное оружие. Введение новых санкций стало ответом США на применение России химического оружия на территории Великобритании. В марте этого года в Солсбери были найдены без сознания бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Медикам удалось спасти их жизни. Следователи установили, что против Скрипалей применили нервно-паралитическое вещество типа «Новичок», произведенное в России.